Итак, у нас есть три типа, три вида существования, например у нас. Первое существование – это наше тело. Если человек считает, что никаких других видов существования нет, тогда, когда тело уходит из жизни, человек думает, что человека нет. Человека нет. Это значит, что он не знает многие вещи. Потому что существует, кроме вот этого, существует еще психическое тело. Оно не умирает. Не умирает. У меня недавно из жизни ушел близкий человек. Когда он ушел из жизни, я следил за всем, что происходит с ним во время молитвы. И не оставлял его ненаминутым. Только там, потому что, когда человек входит с жизнью, ему нужна сильная помощь. Если бы я не знал об этом программе, помощь шла внутри моего психического тела. Этически люди связаны друг с другом, где бы они ни были, на другой части земли или в другом существовании, не имеет значения. Через память, по-престому. Можно память и вспоминать человека, контактировать с ним. Память. Можно из памяти тоже контактировать с любым святым человеком, который, тебе кажется, просто на иконе находится. Нет. Если ты включаешь память, начинаешь думать о нем, любить его, то он входит в твою жизнь. Как устроено психическое тело? Мы об этом больше ничего не знаем, к сожалению. Но об этом написано в предмет писаниях. Дальше. Дальше. Есть еще духовное тело. Три тела для человека. Духовное тело вообще все-таки на то поиступить. Оно чистого природы. Люди говорят, как мы построим отношения с этим человеком? Почувствуй в нем дух и душу. Духовное тело. Душа означает красоту. Почувствовать красоту в человеке можно почувствовать только служаемую, бескорыстно. Мы служим друг другу целью поддержки отношений и страха, чтобы не ушел от человека. Целью, чтобы он мне сделал тоже что-то приятное. Это не открывает душу. Душа открывает, когда я просто терплю рядом с собой человека. Ради него совершаю подвиги. Не упоживаю от него, несмотря на то, что он будет все плохо. Прощаю ему. Терплю, заботиться ему. Когда он это видит, он начинает видеть душу во мне сначала. Он начинает думать, что он не достоин такого отношения. Я неправильный человек. У него происходит открытие внутри. Рядом с ним душа. Чистое. Что-то чистое, светлое. Когда люди начинают чистое, светлое друг другу видеть, судьба, которая действует через всегда, через близкие отношения, она встает на второе место. Чтобы между нами не было, мы все равно будем вместе. Но разве мы? Ну что же мы? Зачайные. Зачайные. Охожие. Пускай немного разные. В общем-то, по-пофе. Обиды. Умереться. Зачайные. Ударные. Давай отбросим мелочи. Давай оставим. Главное – это душа. Надо увидеть в человеке чистоту. Это очень сложно. Потому что наслаждение мешает. Мужчина видит красивое тело в женщине, не видит душу. Наслаждается этим телом. Не чувствует человека в этом теле. Женщина видит мужчине защиту, опору. Она не видит душу. Она видит то, что ей будет давать стабильную жизнь. Надо увидеть человека. Хотя не просто. Поверьте мне. Когда человек видит, все начинается любовь. Любовь может жить только внутри души. Она не может ни в другом теле жить, ни в том теле. Некоторые говорят. Основа семьи – это секс. Телесная платформа. Видите, сейчас мы сразу перекроем. Есть платформа жизни. Пять платформ таких. Телесная платформа. Люди на телесной платформе. Говорят, так что бы ты ни говорил, если секс не получается, люди вместе жить не будут. Точно? Ну, тогда, значит, никто вместе жить не будет. Так и получается. Потому что секс – это то, что заканчивается. Попробуй есть один, кто живет. Два года. Надоест. Будет пошли. Так же человек. Все. Надоедает в этом мире. Если на этом основываться, когда этот философер приводит к мнению необходимости измены. Поэтому такие психологи говорят, а у тебя есть любовник вообще? Давай с тобой искренне, будь честный. Ты есть любовник? Если нет, то как ты будешь счастливы? Ведь один человек надоедает. Такой психолог. Вы встречали таких психологов? Угу. А я встречаю. И этому психологу надо задать вопрос. Можно я буду любовника выберет твоего мужа? Я в Толстой говорил, если ты хочешь кому-то что-то посоветовать, поставь его на свое место. Не может быть грубое тело, основа жизни. Основа любви, любовь – это жизнь. Без любви невозможно жить. Не может быть секс или грубое отношение. Основа. Это, конечно, важно, это нужно, но это не основа. Когда люди частоту чувствуют друг другу, у них все виды отношения нехорошо складываются. Всяких проблемах. Дальше тонкая платформа есть. Грубая платформа, куда человек в жизни воспринимает с позиции другого тела. Он все в жизни в результате происходит определенным образом. Лечится он химическими таблетками, потому что остальное не работает. Грубая энергия пока работает. Травки – это все что-то какое-то такое фантастическое. Надо конкретную таблетку выпить – все. Грубое мышление. Пища состоит из калорий. Она не состоит из любви. Ты сколько калорий съел? Грубое мышление. Вот таким ты и будешь. Сколько сжег калорий – такое будет в жизни. Сколько съел калорий? Чувствуйте, то есть. Интересная платформа означает грубое сознание, основанное на химических элементах. Тонкое сознание – духи. Человек понимает, что лечит стихии, природы лечит. Начинает взаимодействовать с природой лечения. Это очень высокий уровень развития сознания. Эти силы тонкие и незаметные. Человек, когда, допустим, радуется на солнце, допустим, что-то делает, он не замечает, как он наполняется здоровьем. Но именно здоровьем он в это время и наполняется. Древние врачи знали, какие виды здоровья какая стихия дает. Но надо с любовью, с радостью на эти стихии находиться. Потому что, если память человека куда-то не погружается, он не получает оттуда силы. Допустим, я иду по лесу, но думаю о своих проблемах. Лес со мной не контактирует. Надо любить лес для того, чтобы получить силы от него. Скажешь, какой лекция, Олег Геннадьевич? Мы находимся в Минске, здесь нет леса. Хорошо. Я сегодня прилетел с самолета. Для того, чтобы снять вибрацию с самолета, я лег в горячую воду, по-моему. Желал всем счастья. Потом, когда нагрелся, я включил холодную воду. В результате я снял вибрацию самолета. Но у меня в результате этого процедуры снизилось самолетик. Сильно расслабил. Я побежал, взял своего врача, домашнюю, который со мной ездил. И побежал на большой сквере, рядом с моим домом. Там кругом дороги. И внутри, вот на месте немножко кучка деревьев. И мы начали бегать вот так вот, по кругу. Люди смотрели на нас с определенным взглядом. Вот. Потому что мы не вписывались в обычное мышление. Кто они здесь делают? Кто они бегают? Мы дышали радостью городом. Радостью деревьев. Мы дышали людьми. Радовались, улыбались людям. Мы полнялись силой. Мы бегали и стали счастливыми. Это тонкое мышление, не грубое. Мы не калории сжигали. Мы радовались в жизни. Кто калории сжигает, они по-другому берут. И готовят. Они напряжены очень крепко. У них нет понимания, что надо взаимодействовать со всеми. Не жить внутри себя. И дальше есть духовная платформа. Когда человек находится на духовной платформе, то когда просто к нему подходишь, к ним общаешься, начинаешь чувствовать счастье. Эта энергия счастья, сила счастья, исходящая от человека, внутри сердца воспринимается как свет. И снаружи, вот, посмотри, свет от него. Нет, это свет счастья. Ну, когда закрываешь глаза, смотришь человеком, счастливое что-то такое вспоминается, чистое, светлое. Вот поэтому над целыми людьми рисуют ним. Потому что они окружены счастьем. Но причина только одна. Они просто поняли правильно смысл жизни. То есть они памяти своей контактируют с тем больше всего, что дает максимальное счастье. Поэтому они счастливы сами. Человек не может, не контактируя с чем-то, быть счастливым. Мы зависимые существа. Мы зависимы от воздуха, не можем без воздуха жить. Зависимы от пищи, зависимы от воды. Мы должны жить на земле. У нас много зависимостей. Мы сами себе не рожали, сами свои жизни не забираем. Что это означает зависимость? Также мы зависимы от счастья. А, блин, мы проявляем это. Что это значит, мы б ‫ 50 км. Подписываем к нему. Продолжение следует...